Происходит, да? Это вот как бы результат того, что мы позволили с вами завладеть собой и нас использовать. Нам нужно обижаться только на самого себя в этом случае. Второй вариант, это мы набрались хитрости, всяких подкосов и с помощью этих вещей, что? Начали использовать других людей. Но цели всегда, они все одинаковые, идентичны у всех людей. Это что? Переход в состояние автоматизма. То есть, чтобы все в моей жизни стало автоматически. Да мне нужно что-то поделать, для того, чтобы все остальное делалось без меня. То есть, решить все свои задачи. И вот, например, самый простой способ, ну, например, который, как бы шах и мат, наживем это. Ну, например, выйти замуж. Удачно. Это так думает человек, который решает тем самым все свои проблемы в жизни. Понимаете, да? На самом деле, на самом деле, после свадьбы только проблемы начинаются абсолютно верно. Они только начинаются. И человек этого что? Не понимает. Он же думал, что он обманул того человека. Пробрался, так сказать, занял статическое положение. Теперь все должно происходить, все как по мгновению волшебной палочки. А нет. Не получается. Ничего автоматически не происходит. И когда вы дешифровкой занимаетесь, речи, поступков и так далее, и тому подобное, вам необходимо помнить, что у этой зашифровки есть совершенно конкретная цель. Либо воздействие на вас, с целью вас использования. Либо что? Прицепиться к вам в виде паразита и использовать вас. Все очень-очень не сложно. Все очень не сложно. При этом вся зашифровка реактивного уровня, которая сегодня существует, она сделана с целью только одной. Чтобы вы не могли читать мысли него человека. Потому что на реактивном уровне мысли, действия и слова это одно и то же. Кто знает этот принцип, тот прекрасно понимает, что любой человек вынужден шифровать свою речь, чтобы скрыть свои поступки, речи и так далее, чтобы скрыть свои намерения. А почему нам нужно скрыть свои намерения? Вы помните, какой самый сокрушительный удар? Неожиданный. Неожиданный, конечно. Конечно же неожиданный. Удар самый сокрушительный, он какой? Неожиданный. Поэтому удар должен быть откуда? Из ниоткуда, из небытия. Бац и все. Понимаете, да? Вот вам бабушка что? Юрий Евдей. Простая вещь. То, что я рассказал сейчас, эти конструкции зашифровки и дешифровки реактивного уровня, она в принципе, по идее, несложна. Если знать все эти вещи в совокупности в комплексе единовременно и понимать это устройство. Понимаете, да? Действия человеческие тоже предсказуемы все. Они обусловлены восьмью эстафетными ролями в разуме человека и подчиняются строго программному обеспечению из 32 блоков системы автоматизма человеческого тела. Вот мы как раз с вами как дешифровываются последующие действия и должны... У тебя есть с собой программник? У тебя есть, да? Найдите мне программник, чтобы нарисовать его на доске. Его потом объясню. Добро? У меня задачу поставил. Найдите мне программник. Я его потом объясню. А, у меня на планшете есть. Что? На планшете есть. Я говорю, начертите потом программник, я его объясню. Пусть люди себе перечертят его. Вы увидите, как работает программное обеспечение системы автоматизма человеческого тела. То есть, есть совершенно конкретные поступки, которые будут следовать за предыдущими поступками. То есть, если у вас такая штука есть под рукой, или вы наизусть ее знаете, то вам очень легко, так сказать, прогнозировать последующие действия субъекта. Любые. То есть, чем это закончится? Всегда применение системы автоматизма человеческого тела в качестве инструмента решения задачи заканчивается попаданием в точку опоры. То есть, статикой. То есть, тупик или неудача. Либо тупик, либо неудача. Других вариантов нет. Почему так? Объясняю. Система автоматизма человеческого тела не предназначена для того, чтобы реализовывать задачи. Она предназначена для того, чтобы служить совершенно другим целям. То есть, это разгрузка сознания во время выполнения задачи от мелких операций и предохранительно-компенсационные распределительные механизмы усилия, давящего сверху на вас естественное аэрархи творения. То есть, это компенсатор некий. Он никак не предназначен для того, чтобы с помощью этого справляться с задачами. И когда вы начинаете применять систему автоматизма человеческого тела для реализации задач, а она для этого не предназначена, вы получаете короткое замыкание. Замыкание, то есть, соматический выстрел. То есть, вы заболеваете. Вот и все. То есть, вы заболеваете, когда вы начинаете автоматизм применять для решения задачи, вы заболеваете. Потому что система автоматизма, она работает что? На электрической энергии. Это электролиз. И когда вы перегружаете цепь электрической энергии, что происходит? Горят трансформаторы, предохранители и так далее и тому подобное. Правильно? Это вот и все. Вот и все. Именно отсюда все неприятности человечества. По сути своей, мы много лет говорим об эгоизме с вами, да? Слышали? Что такое эгоизм? А вот давайте я вам объясню на пальцах, что такое эгоизм, чтобы вы поняли. Вы когда гости к вам домой, ну раз все-таки приезжать, долго их терпеть можете? Не очень, правда? А знаете почему? Я вам расскажу. Они приходят и начинают на вашем компьютере, на рабочем столе переставлять ярлыки, понимаете? То есть ваш автоматизм, они нарушают, устанавливая свой автоматизм. Вам это не нравится, это понятно? То есть две системы автоматизмов встречаются. У меня один автоматизм, у тебя другой. Они встречаются. И что? Все. Ты мешаешь моему автоматизму. Я тебя ненавижу. Я хочу тебя выпилить из дома. Что у меня дальше все происходило так же автоматически, автоматически происходило. Да, это все. И когда человек, его выпирают, говорят, что он эгоист. Понимаете? Вот и все. А на самом деле это все просто два человека, использующие систему автоматизма человеческого тела, то есть живущие в абсолютном, что, неотдаче себе отчета в том, что они делают, то есть автоматически, сталкиваясь между собой, обижаются друг на друга. А что толку-то обижаться? Ты робот и он робот. Два робота встретились. Ну не нашли общего языка. А ну разошлись. Вот и все. Ничего нового и сверхъестественного нет. Все пытаются это объяснить какими-то сложными, большими, жирными словами. Ребята, ничего нет. Ни сложности, ни жирности, ничего. Вообще нет. Просто мне так неудобно. Понимаете? А ему так, как у меня дома неудобно. Но он начинает переделывать все вокруг так под себя. Что мне, конечно, очень сильно не нравится. И когда вот ко мне гости приезжают, я говорю, ребята, у меня очень большие проблемы дома. Ну сразу буду ждать. Первое. У нас все дома знают, кто здесь хозяин. Второе. У нас есть два вида правил. Один устав общевойсковой, второй корабельный. Если не помогает общевойсковой, мы переходим к корабельному уставу. Кому это непонятно? В секретаре вечной поедем в гостиницу. Это замечательно. Это замечательно. Что там делать? Все просто. Подожди. И вот по сути своей. А что? О чем речь? В общем-то речь. Просто об уважении. Научитесь уважать других людей. Все. Больше ничего делать не надо. Но это очень что? Сложно. Себя менять нужно. А себя менять никто не хочет. И поэтому обосновывают. Вот это все. Чем? Не я такой, а жизнь такая. Слушай вас. Получается, когда хотят поддерживать, понятно, значит, либо использовать нас. То есть надо видеть или повиснуть. А когда человек, допустим, мало людей, которые хотят взаимодействовать. То есть он должен тогда без шифровки сказать, что я хочу. Ну так обычно я же всегда спрашиваю, вот лично я всегда спрашиваю. У нас с тобой какой разговор? Зашифрованный или настоящий? Ну да, мы как будем говорить? Останемся при своих бубновах или будем говорить как есть? Как есть, да? Да. То есть если будем... То есть позволь мне тогда действовать так, как я считаю нужно. Если будем разговаривать вот с определенным уровнем зашифровки, то есть или ты мне говоришь как есть... Говори правду, да? Да, я тебе рассказываю, как выйти из этой ситуации, решить эту задачу. Или ты меня будешь обманывать. Ну тогда, в общем-то, я все равно доберусь до истину, откажусь. Тебе помогают. Я же должен понять устройство, что я же не могу допустить ошибку при даче рекомендаций. Как пример с адвокатом. Говори все правду, так бы это не было плохо, да? Ну так было бы неплохо, но никто же адвоката не говорит правду. Вы что, понимаете? Продолжно. И может никто не говорит правду. Все говорят ровно столько, сколько считают нужным сказать. И потом я должен сам докапываться, как на самом деле. Но когда я начинаю выкапывать я, я копаю я быстро. Выкапывать я. То тогда уже я начинаю вызывать клиента, и он начинает что? Въезжать. Клиент и говорить, ну разве это имеет значение? Я ему объясняю, какое значение это имеет. Есть разница. Одна статья и другая. Это две большие разницы совершенно. Знаете, клевета и умышленный убийство это две разные статьи совершенно, да? А вот для чего он вводит меня в заблуждение? Чтобы цену, которую я назначил, была мала, а потом, когда все станет ясно, чтобы я за эту цену сделал то, что вылезет на меня. А я останавливаю. Обычно говорю, нет, нифига. Мы оцениваем и это все. Принесешь вот это все сюда, и тогда мы будем делать это все в комплексе. Или сразу отказываемся сделать. То есть это способ понижения стоимости услуги. Всего лишь что? Больше, ни больше, ни меньше, да. Всего лишь механизм понижения стоимости услуги. Ничего больше. И этому этих придурков учат на разных тренингах и курсах. Притом не задумываясь о том, что с ним что-то может случиться или произойти, да? Я приму неправильное решение, или сделаю неправильный вывод, или рассчитаю неправильную операцию какую-то, что с ним, ему может от этого поплохеть, он об этом что? Не думает. Главное что? Поменьше заплатить. Ребята, ну есть объективный порой к стоимости отрасли, да? Никуда ты от этого как бы не денешься. Я же не могу вместо него оплатить все расходы. Ну, например, вы спешите, да? Ну, никак. Не могу. То есть хочет он этого или не хочет. Лучше бы реально понимать. Есть стоимость действий специалистов в этом направлении. То есть хочу я этого или не хочу. То есть как бы никто действовать. Профессионалы работать не будут. Ну, то есть как бы просто вот так. То есть я могу помочь человеку, попавшему в критическое положение, в критическую ситуацию. Это да. Это я сделать могу. Совершенно, при том делаю это всегда бесплатно. Пометуя канон славянский. Помните, сам погибай, а товарища выручай, да? А когда ко мне приходит бизнесмен и говорит, вот Олег Викторович, нужна помощь, я ему сразу же говорю о том, что вы хотите видеть в конце. Когда он мне начинает объяснять, что мне нужно захватить власть в США путем наемного убийства Барака Обамы, да? То есть как бы, и при этом, при всем он хочет, чтобы стоимость этого всего была 500 долларов, да? То есть я говорю, чтобы он пошел, так сказать, в далекое пешеходное путешествие, да? От отсюда, да? То есть, как бы, в отличие от того, что я этого, во-первых, делать не стану. Тут еще важно, соглашусь ли я. Соответствует ли это моим принципам, с одной стороны. А с другой стороны, возможно ли это сделать при таком бюджете и так далее и тому подобное. То есть я, например, всегда себе задаю вопрос, когда я начинаю работать с человеком, зачем я это делаю? И почему? Пока я себе не отвечаю на эти два вопроса, я, что, не работаю, человек. Понимаете, да? Вот так. Я вам делаю перерыв на обед. После обеда у нас будет ратное с вами мастерство. После ратного.